Аккуратно, там надо на этом поправить стеклоочиститель чуть-чуть, его вверх надо, чтобы камеру не запачкать, можешь его прямо наверх поднять. Плавучий модуль, который специалисты по-простому называют плод спасения для инженеров, лазить в ливневке самим не нужно. Устройство погружают в канал и наблюдают за его состоянием по монитору. Модуль покажет все, и степень изношенности плит перекрытия, и заиленность водоотводной системы. Ну, соответственно, если участок больше заилен, то пропускная способность меньше. На то, чтобы полностью пройти 72-метровую часть канала Бурхановки, плоту понадобилось не больше 15 минут. Застопориться пришлось лишь на выходе из трубы. Ну, потому что поворот, и как бы не проходил флот наш, поэтому пришлось вот так намокнуть чуть-чуть, ну, достать его оттуда. Он обходит все, как бы, такой у нас проходимый. Встречаются, ну, допустим, могут быть какие-нибудь осадки биологические в плане, или еще какие-нибудь камни. Мы, он объезжает все. А вот робототехнический комплекс, который ходит по сетям сам запускать в канал Бурхановки, специалисты побоялись. В сильно заиленных трубах он может буксовать и останавливаться. Запустить робота планируют при обследовании ливневки на пересечении студенческой с Игнатьевским шоссе. Туда специалисты планируют зайти в ближайшие дни. В целом, телеобследование проблемных городских каналов займет неделю. После специалисты обработают данные и дадут заключение, есть ли разрушение или смещение. Смещение ведет к тому, что увеличивается заильность. То есть, это, допустим, труба, стык сместился, опустился ниже, и это получается некая преграда, которая является местом скопления осадка и увеличение его выше по течению. Поэтому это дефект, да. Они чаще всего и являются причиной выхода воды на поверхность при обильных осадках. После телеинспекции специалисты смогут дать заключение, необходим ли ремонт существующих сетей. Эти данные учтут при работе над схемой общегородской ливневой канализации. Кристина Слепцова, Денис Лугов, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».